На улице Белышева, 16А, полностью выгорела заброшенная квартира на седьмом этаже малосемейки. В результате пожара пламя по деревянным перекрытиям перебросилась и на восьмой этаж. Здесь от огня пострадало жилое помещение. Ликвидировать очаг возгорания пожарным удалось только спустя несколько часов. Подробности произошедшего смотрите далее. Возгорание произошло в заброшенной квартире на седьмом этаже. Сообщение о том, что горит нежилое помещение, поступило на пульт диспетчера специальной пожарно-спасательной части номер 4 во втором часу ночи от очевидцев. На место возгорания выехало два пожарных расчёта. По прибытии спецмашин весь седьмой этаж был в дыму, а квартира, в которой произошло возгорание, объята пламенем. Показания свидетелей, которые на месте происшествия нам рассказывали ситуацию, говорили о том, что какие-то люди ходили здесь очень тихо, и пожар произошёл мгновенно. Можно даже говорить о том, что это кто-то умышленно поджёг этот мусор, потому что такие умышленные поджоги здесь происходят регулярно. В заброшенной квартире горел строительный и бытовой мусор, которым было полностью захламлено данное нежилое помещение. Огонь быстро распространялся по деревянным перекрытиям, и пламя перебросилось на восьмой этаж. Здесь от огня пострадала жилая квартира. Однако пламя не успело сильно распространиться. Вовремя подоспели огнеборцы. В квартире выгорела только прихожая. Также огонь не пожалел и деревянный пол в коридоре. На следующее утро после пожара специалисты Госпошнадзора выехали на место происшествия. Ещё раз осмотрели сгоревшую квартиру. На стены малосемейки наклеили листовки с призывом гражданам соблюдать меры пожарной безопасности, не закламлять брошенные квартиры мусором. Однако пожарные не уверены, что данные меры хоть как-то смогут повлиять на сознательность жильцов малосемейки. Это не первый случай возгорания именно в этой квартире бытового мусора. Иродивые жильцы думают, что за них будут выносить этот мусор, хотя пройти до мусоропровода несколько шагов чуть дальше, выбрасывают всё туда. Говорят, что не они, как уже стали с этим бороться, развешиваем памятки, постоянно проводим рейды по этим жилым домам, на каждом этаже беседуем с людьми, с жителями, уборимся как можем. Отметим, что ликвидировать очаг возгорания пожарным удалось только спустя три часа. Сейчас устанавливается ущерб от пожара и причина возгорания. По данному факту проводится проверка. Прямо по-хорошему пролей, прям так набором пройдите.